На каждом листике будет написана ваша фамилия, здесь написаны все специалисты, которых вы будете проходить, и в том числе, соответственно, цифры, в какой очереди вам куда идти. То есть вы не запутаетесь. Полный чек-ап, вкусный зефир и подарки. Автономная некоммерческая организация помощи детям «Мосты добра» и сеть клиник «Аленка» провели первую совместную акцию в рамках сотрудничества по организации профосмотров и лечения воспитанников детских домов Приморья на бесплатной основе. Первым программой воспользовался детский дом поселка Мысовой Шкотовского района. Наша команда «Мостов добра» – благодарительная организация. Мы занимаемся помощью социально-реабилитационным центрам, детским домам, а также коррекционным школам. Охватываем большую часть детских домов в Приморском крае. Мы уже с этими детками знакомы. Можно сказать, мы уже определенный патронаж ведем этому детскому дому. 18 мальчишек и девчонок от 6 до 18 лет. Для ребят из Масового не просто день здоровья, а приключения. Дети очень ждали поездку в Волгвосток. Им все нравится, чувствуют себя замечательно. И я так думаю, что мероприятие такое важно, потому что широкий круг специалистов, которых они могут здесь пройти, в этой клинике. Мы пригласили на сегодня невролога, стоматолога, хирурга, два педиатра, гинеколога. Также мы детям сделаем, всем детям ЭКГ и сделаем клинический анализ крови. По результатам анализа наши педиатры дадут заключение. И, соответственно, потом мы уже будем смотреть, как мы можем уже точечно помочь детям, что им необходимо. То есть, например, если это будет какой-то ребенок, которому необходима операционная помощь, то мы можем в своих стенах, соответственно, сделать операцию. Автономная некоммерческая организация помощи детям «Мосты добра» – совсем молодое объединение. Однако за полтора года уже сделали немало добрых дел и горят новыми идеями. Мы занимаемся много двумя вещами. Первое – это обустройство детских домов и других социальных учреждений. И второе – это мероприятия. Вот до конца этого года у нас уже абсолютно все расписано. То есть, и много поездок предстоит по краю в Большой Камень, в Партизанск, вот еще раз в Мысовой. Еще в двух детских домах мы организовали акцию по поводу подарков на Новый год. И планируем к Новому году привезти детям подарки от Деда Мороза. Как отметила Ксения Лученинова, предварительные результаты обследования юных воспитанников Мысового показали, что следующий этап помощи некоторым детям – лечение у стоматолога, кардиолога и призвала коллег присоединяться к таким акциям. После того, как более внимательно стали наблюдать за деятельностью «Мосты добра», мы осознали, что это необходимо делать. И я очень надеюсь, что мы будем не единственной клиникой, которая на это откликнется, и которая также будет помогать другим детским домам и давать эту возможность детям, получая техническую помощь. Мы очень ждем, что количество людей, которые хотят каким-то образом принять участие в благотворительной деятельности, будет расти. Кто-то помогает своими умениями, своими знаниями, кто-то помогает финансами, у кого есть такая возможность. Поэтому всех ждем к нам в команду. Ирина Шилина, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.